Валентина Елсукова пришла в пункт приема обращений граждан, чтобы повлиять на работу управляющей компании. Вместе с другими жителями 72-го дома по улице Георгия Димитрова она мечтает о ремонте подъезда. Два года назад во время морозов в результате испарения из подвала появились сосульки, вышли из строя щитки. А позже в подъезде начала осыпаться штукатурка. Мы живем, наш подъезд как бомжи, у нас все осыпается, ну вся штукатурка, все. Но управляющий говорит, у вас денег нет, вот собирайте деньги, соберите и сделайте себе ремонт. Зачем нам тогда управляющая компания? Мы просим, чтобы наши проблемы решили. Жители Кировского района волнуют расселение из аварийного жилья, ненадлежащее содержание домов управляющими компаниями. Если волонтер пункта приема знает, как решить проблему, он инструктирует обратившихся. Либо советует написать обращение, которое отправят в приемную губернатора. У нас должна быть власть доступна. Он встречается с жителями, ходит по городу, смотрит проблемы наяву. Также беседа. Кто не смог встретиться с губернатором, который исполняет обязанности, тот пишет свои проблемы на листе, которые будут рассмотрены. В Кировском районе сейчас работают три пункта приема обращений. По адресам Ташкентская 139, Каховская 21 и Свободы 194. Все общественные приемные работают с 9 утра до 6 вечера. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. Кто не способен. Кто не закон.